250 специалистов из 12 регионов страны и Казахстана приехали на международный форум по полилингвальному образованию в Уфу, чтобы обменяться опытом в области поликультурного воспитания. Участие в нем приняла и педагог из Дагестана, учитель русского языка и литературы Каспийской гимназии номер 11 Индира Ашурова. Девушка выступила в роли спикера на площадке создания поликультурно-языковой среды. Своим выступлением раскрыла такие темы, те методы и приемы, которые пользуются дагестанские учителя для создания поликультурно-языковой среды. Самые запоминающие выступления для меня стали выступления Мурата Ночниловича. Цифровая среда Я-классов, преподаваний башкирских и других языков. Молодой специалист, кандидат уже исторических наук, он разработал, мы все знаем, с вами известную платформу Я-класс. Как рассказывает педагог, в первый день масштабного мероприятия участники посетили учебные заведения столицы Башкортостана. В республиканской гимназии им показали, как устроен учебный процесс, а также организованное изучение родных языков в местных школах. Мы посетили республиканскую многопрофильную гимназию номер один. Хочется отметить с самого начала, что, конечно же, оснащение данной школы на высшем уровне. В школе существуют комплекты цифрового оборудования, техническо-материальная база полностью обновленная. На базе школы есть семь мастерских, IT-куб, кванториум. Мы посетили музей боевой славы. В рамках поездки прошел и круглый стол, где специалисты обсудили полилингвальное образование и модели развития этой среды. Как утверждает Индира Ашурова, этот опыт стал для нее шагом для новых идей. Очень много идей появилось, как бы заинтересовать детей. И именно на самом деле создание вот этих условий поликультурной среды буду стараться. А это все, понимаете, основывается на этнокультуре, на культуре своего народа. И, конечно же, нужно делать акцент именно на этом. Вот когда я поехала, получается, на форум, я представила урок, где по сказу левша мы представляли культуру двух народов. Это, например, тульские мастера сравнивали с нашими дагестанцами. То есть искали точки соприкосновения этих культур. По окончанию форума Каспийскому педагогу вручили благодарность за участие в масштабном мероприятии, а также вклад в развитие полилингвального и поликультурного образования в России. Я бы хотела выразить благодарность Министерству образования Республики Дагестан в лице Арслана Бекова Лилы Джамирзаевны за доверие, за результативное содействие, начальнику управления города Каспийска Абрамова Ларисе Несимовне за методическое сопровождение и финансовую поддержку, Мураду Шагзадовичу, директору 11-го гимназии, за подготовку к форуму. И особое отдельное спасибо хочу выразить нашему руководителю городского метода объединения Барят Магомедовне.